Доброе утро, друзья! Как вы уже поняли, я сегодня с утра помыла наконец-то в голову от всей этой хлорки. Для чего? Просто. Да, я знаю, что я сегодня снова это все окунула, но не важно. В общем, у нас сегодня последнее утро в этом чудесном отеле. Мы собираем вещи. А сейчас соберем чемоданы, выставим их на рецепшн. И до двух часов будем плавать, загорать. Ну, загорать вряд ли, потому что мы сгорели. И в два часа за нами приедет наше такси. И мы поедем уже в другой отель на побережье Алании. Сейчас мы в горах. Мы поедем к центру, в место, где много людей, где вся тусня происходит. И будем заселяться уже туда на последующие, наверное, дня 4-5. Примерно так. Вот. Начинаем этот день. Завтрак, которым мы заслужили. Несквик шарики с местным молоком. Молоко называется ИСИМ. Горки закрылись, они закрываются всегда в 12. Вон, надо идти танцевать. Мама, у них танцевальная программа. Там тут казах танцующий. Пришли к бассейну до нашего выселения. Вот сидим в тенечке, потому что мы сгоревшие. Я это буду говорить в каждом видео. Мой круг. Михаил. Идем, короче, дэнсить. Там казах такой кайфовый. Ну, в смысле, он танцует кайфово. У нас некий перекус таксиста. Понимаешь? Тот и топ. Тот и топ. Я за плечи поцарапал. Козел. Я сгорю, так попал и зубегаю. Тот и топ. Случайно у нас есть собий стакан, Тём. Ничего страшного. Мы забрали стакан с собой. В общем, мы попадаем наш Голд Сити Хотел. И едем в следующее место. Мне тут очень понравилось. С родителем тоже. 10 из 10. Я говорю, выкручу. Очень советую. Если кто-то любит такие отели, которые включают в себя all-inclusive. Если вам нужно много бассейнов. И если вы любите горки, то обязательно приезжайте в этот отель. Тут адекватные цены. Абсолютные. Ой. Вы не пожалеете. Прямо очень советую. Ребят, мы заселились в новый номер и произошло то, чего я боялась больше всего. В нашей с Тёмой комнате нету кондиционера. Это боль. Сейчас пойдём погуляем, покушаем мороженое, что мы сделаем. И ближе к вечеру я засниму вам рум-тур. Ну, либо в другой день. В общем, рум-тур точно будет. Прямо сейчас. Итак, сейчас будет мини-рум-тур по нашему новому номеру. Он очень маленький, особенно с предыдущим. Довольствуемся тем, что есть. Я с тюна в ходе. Здесь какой-то шкаф, он абсолютно пустой, так что мы не будем пришли на него внимания. Дальше заходим. Первая комната, в которой будем спать мы с Тёмой. Раз диван, два диван. Тут мы спрятали мой круг. В принципе, это всё, что здесь есть. Есть ещё маленький столик, на котором мой чемодан. Тут Тёмин чемодан. Здесь вот такая вот террасочка. Столик, где мы сушим вещи. Вот тут вот видно бассейн соседнего, между прочим, отеля. Вот там наш бассейн. И, в принципе, вот на это выходят окна. Ну, не то чтобы плохо, просто это центр города. Это, в принципе, наверное, нормально. Вот там гора очень красиво. Мы там жили. Вот. Я уже скучаю по Голд-Сити, по Аквапарку, по Гарри Поттеру. Отдельная история, да, ребят? Вот. И самый большой минус – это то, что здесь нету ни одного кондиционера. Я надеюсь, мы с Тёмой не помрём тут спать. Но плюс зато в том, что у каждого свой диван и у каждого своё одеяло. Мы не будем за него драться ночью. Вот, идём дальше. Здесь у нас небольшая... Я даже не знаю, можно ли это назвать кухней, но что-то наподобие того. Не буду ничего комментировать. Здесь холодильник и всякие вкусности, которые мы прикупили. Здесь у нас идёт санузел. Двери какие-то доисторические, просто невероятной толщины. Здесь дурацкий порог, об который я уже второй раз запинаюсь. Такой вот интересный душ. Прикольно, с прозрачной стенкой. Всё, как у обычных людей. Всё по стандарту. Я. Непривычно иметь один санузел. После того, как в предыдущем отеле их было три. Последняя комната... Спасибо, что скрепишь. Это спальня, где будут спать родители. Такая вот спальня. Они тут чемоданы ставили. Здесь у них телевизор. Комодик, стоилетный столик такой вот некий. И тоже есть веранда, балкончик. Мы не будем на него выходить, потому что вид там абсолютно такой же. Вот. В целом это всё. Это весь рум-тур. Здесь очень странный, назовём это, подъезд. Лифт и вообще всё остальное. Но как бы окей, нам жить тут пять дней. В основном только ночевать. Поэтому мы закроем на это кузово. Сейчас мы собираемся, бежим в бассейн ненадолго. Потом пойдём сразу на море. Привыкаем к новой обстановке. Мы здесь едем в доисторическом каком-то лифте. Тут, конечно, зеркала подлепили. Да, да, мой лифт. Просто посмотрите, как мы сейчас будем отсюда выходить. Ногами? Ну, ногами понятно. Эта дверь открывается, а за ней ещё одна дверь, которую нужно самим открывать. У нас сегодня осень золотая. Никакого лета. Лето закончилось, всё. Пока. Мине бутик, тебе бутик, ему бутик. Итак, рассказывайте, теперь мы приехали жить в центр Аланьи. Самый-самый центр. Здесь очень много людей, машин, магазинов, бутиков, всего. Для туристического города вот самое то. Сейчас гуляем, изучаем новое наше место на ближайшие пять дней. Зашли в магазин, купили попить мороженое. И всё. У нас по счёту идёт второй киндер-джой уже. Гендер-пати какой-то. А потому что они здесь стоят 50 рублей. Я никогда в России не купила за 120. Never. Какой-то краш, что-то ходит без майки у меня. Купили какой-то очень, правда, он какой-то грязный. Ну, как бы, ладно. Мячик за 70 рублей. Будем его брать в басик, играть в волейбол. Открываем вторую нашу игрушку. У нас девка какая-то. Такая вот у нас герла есть. Такой вот у нас слот номер два. Тарзан с кривым лицом. Такой вот у нас сегодня аутфит на пляж и потом с пляжа. У Елены стиль с мира по нитке. Кепка Артёма, майка моя. Ну, хоть шорты свои. Наверное. Наверное. Не факт. Балкон нашего отеля, но как бы из подъезда, который видно. Это можно назвать фавеллами? Ты шутишь, что ли? Самые дорогие дома, блин. Короче, на самую классную гору. Вот эта крепость Аланьи самая главная достопримечательность. Я вам сейчас покажу наш адский подъезд. Это просто нечто. Подъем на следующий этаж. А сам этаж выглядит вот так. Там номера, там номера, здесь номера и здесь номерок. И вот этот адский лифт просто. Без комментариев тоже. Пару слов. Ты подъедешь за деньгами, вырнешь ключик. Пару слов. Скажи пару слов. Вырнешь ключик. Нет, ну не повторяться. Вырнешь деньги. Окей. О, чудо лифт приехал. Мама сказала, Вик, почему ты оделась красиво, а я как гопник? Почему она у меня это спрашивает? Кто-нибудь скажет, нет? Видите, какая красота здесь просто невероятная. Вот мы практически пришли на пляж. Как видите, вон уже морюшка. Шли буквально 7 минут, может 5. Ребят, голосуйте, что вы любите больше? Море или бассейн? Горы. Моюшка. Плыли мы по морю, ветер мать шторвал. Капитан с корабля сбежал. Вот какие должны быть нектарины, ребят. Обалдеть. Они такие классные, но они еще довольно мягкие. Прям класс. Мы идем сейчас в кафешку, скорее всего, в ту, в которой мы были 2 года назад. Она нам очень понравилась. Здесь именно вот такая турецкая кафешка для местных. У нас очень много торговых рядов. Вот видите, Гучика, Вентяна, Витера, Сикрет. Все оригиналы, ребят, решите, кому привезти. Стоит Мерседес посередине, просто в центре Алании с новосибирскими номерами. Здесь еще очень много всяких магазинов. Мы в них, наверное, пойдем завтра с мамой. И вот мы пришли в эту кафешку. Остаемся здесь. Такие тут напитки. Маленькие, правда, но они очень вкусные, вот эти газировочки. А это наш полюбившийся здесь салат чабан. Пастуший, да, под салат? Да, да. Вот про что я вам говорила, что приносит лепешку просто так, вместе с соусами, вот такими закусочками. Это хлеб. Приносит просто перед блюдами. Мы берем мороженое. Да бог! Окей. Thank you. Цену, кстати, сейчас вам не скажу, не знаю, но вроде в районе 100 рублей. Тем попросил записать то, как он открывает Nutella, которую мы купили. Ну, давай по-профессиональски. Вкусно? Угу. Просто лайк, если ваши братья и сестры делают так же. Или вы. У нас сегодня, наконец-то, у меня нормальный завтрак. Ну как, хотя бы что там? Один банк. Коржик, и я смазала его Nutella со всех сторон. Ну, вот так. Швебез. Мандариновый. У нас такого нет. Пройдем. Всем доброе утро. У нас сегодня шестой день. Я надеюсь, меня слышно. Кстати, потому что мы идем прямо вдоль дороги. По планам сегодня с утра морюшко, куда мы уже сейчас и направляемся. Но мы сегодня идем на другой пляж. Не на том, на котором мы были вчера. Нет, простите, ребят, но в центре Турции курить я еще не встречала. В общем, мы идем на другой пляж, по другую сторону горы. Днем мы планируем пойти по магазинам, чтобы не находиться на солнце. А вечером, когда уже, наверное, часов в шесть, когда уже не будет такой жары, поближе к закату, мы пойдем на крепость. Как я уже говорила, главная достопримечательность Алании. Там очень красиво. Мы там уже были. Там встретим закат. Я думаю, там получится очень красивые фотографии, видео. Ну, там потом ужин. И, как всегда, беру вас с собой. Ну, в принципе, все. Буквально полчаса со всеми нашими заходами по магазинам. И мы дошли до Клеопатра Бич. Не забываем, что мы говорим у вас первым звуком, ребят. Вот они, подъемники. Прямиком на крепость. Мы туда вечером сегодня с вами поедем, поэтому сейчас подробно снимать не буду. Все увидите вечером. Это будет невероятно красиво. Вечером мы там еще не были. Я думаю, это будет, вау, вид на светящуюся Аланию и на закат. Мы взяли зонтик и два лежака. Нам это обошлось в 150 лир. Это в районе 500 рублей. Здесь рядом гора. Это так круто. Я надеюсь, у нас получится сделать красивую фотографию. И вообще кайф. Пили. Очень концентрированный. Вот такой густой. Мы пока поедем. В официальном магазине. Окей. Окей. Мы увидели такой прилавок, что апельсиновый сок стоит всего 100 рублей буквально. И вот мы берем свежевыжатые апельсиновые соки. Вот сок, а вот апельсинки растут. Класс. Это очень вкусно. Нашла красоту в местном супермаркете. Это растворимый, естественно, кофе из Старбакса. Взяла карамельный латте, капучино и обычный латте. Самый прикол в том, что каждая вот такая упаковочка, я думаю, из нее получится, ну, минимум одна чашка, может даже больше, стоит 30 рублей. 30 рублей, ребят. Ребята, так разрываются от вещей, потому что не влезает все, что я сюда привезла. Мы идем в магазин. Шопинг. Ну ладно, если мы купим вещей каких-то и у нас не будет облезать чемоданы, то мы организуем доп. сумку с собой обратно. Я иду с какой-то мокрой девушкой джунгли. Девушка джунгли. Где чемодан? Девушка, вы Маугли? Да. Мы наконец-то уходим с мамой в магазины. Где будет магазин с веревочками? Привет. Мы собрались по красоте все. Уложили волосы, вот мне даже пчелка вложена. Вечерний променад. Хотим сделать очень красивые фотографии, идем на крепость. Да, мам? А, да. Вот. И я со своей новой сумкой. Очень мне нравится. И вот здесь у нас вот такой вот вид на весь город. Очень красиво. И вот здесь у нас вот пошел расклеп. И вот здесь у нас вот пошел расклеп. Кубежка. И вот здесь у нас вот пошел. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Мы доехали, наконец-то сели в кораблик. Тут очень много людей. И сейчас будем плавать с красивыми видами среди гор. Просто очень много гор. Весь этот залив и все озеро среди гор. ДимаTorzok 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 Дима Торзок Вот, чтобы вы понимали, глубина воды, точнее, не воды, глубина озера, вот этого залива, 40 метров. И когда ты плаваешь, плывешь, точнее, днем, ну, лишь у меня какой-то страх вот этой глубины, потому что ты не знаешь, что на глубине 40 метров, вообще стрёмно. Но вода просто шикарная. Я считаю, что побывать в таком месте и не поплавать, это грех. Поэтому я не могла этого не сделать. Очень круто. У нас остановка. Ресторан, шведский стол, миллиарды салатов, несколько там спагетти, риса и рыбка. Вот, смотрите, какая красота. У меня тут три смеси салата, если что, хлебушек, рыбочка. И чуть-чуть спагетти. Вот с таким видом кушаем. Просто вау. Смотрите, какой здесь. Эй, карабузик. Такой шлаки. Это, наверное, одно из самых красивых мест, в которых я была за всю свою жизнь, потому что, ну, это что-то похожее на Алтай, но это намного красивее, чем Алтай. А это вода, в которой ты можешь купаться, ее цвет. Это что-то, ну, прям вау. Я бы просто каждому порекомендовала здесь побывать. Особенно, если вы летите в Турцию. Я очень вам советую съездить на Грин Каньон на экскурсию. Она стоит вообще копейки по сравнению с тем, что вы здесь получаете. Поэтому must have. А, must visit. Еще одна наша последняя остановка. Плавание. И кто-то там рыбачит. Это такое качество, просто не представляете. Это неописуемое ощущение. Прям вообще. Очень красиво. Смотрите. Все, наша экскурсия подошла к концу. Длилась она 4 часа по Каньону. Очень круто, очень классно. Всем советую 100%. Must visit. Все, нам осталось просто доехать обратно до отеля. Это займет в районе 3 часов. Может, 2,5. И потом мы пойдем с вами, точнее вы с нами, на Клеопатру Би. Конечно же, мы не можем без приключений. На полпути до Алании автобуса пробило колесо. Это угар. Спасибо, что они в Каньоне. Посмотрите на размер пончика. Он огромный. Ужин сильный и независимый. За вас. Всем привет. Сегодняшний день мы начинаем с драконевого фрукта. Мы сегодня с утра уже сходили на пляж. Сегодня был очень классный ветер. Поднялись волны. Так классно позагорали. И на обратном пути купили дурян фрукт. Будем его сейчас разрезать. У русских нет-магангстеров. Сидим на нашем балкончике. Будем сейчас есть дурян. Кто сказал вообще, что он дурян, если он дракон? Дрэгон фрукт. Свекла. Ой, свекла. Мы собрались в пице. Большой. Мы туда еще не ходили. Он далеко довольно. Что ты орешь все время? Я не скажу. Что там потерял? Совесть, наверное. И страх там же где-то поищи. Да, ребят, идти в жару. Спешком 3 километра до ТЦ была плохой идеей. Это похоже на игры на выживание. Реально. Это так жарко. Практически нигде не тенька. Я чувствую себя в программе выжить в Дубае. Я вам сейчас зеленый прямо загорит. Я два года назад привозила из Турции абсолютно такую же бутылку, только с другим рисунком. Она там была мотивашка, типа Life Good Habits. Вот. Ну, посмотрите, какая красота. Очень клевые графины стеклянные. Стоит такая вот буквально 200 рублей. 200 рублей вот такой вот графин. Ну, это вау. Зачем мне это? Ну, вот это. Зачем? Ты хочешь в часочку? А ты нашпагат не умею садиться в участке? Я-то нашпагат говорит, не умею садиться. Разве, ну-ка. Почти, почти. Смотрите, как они кайфуют. Мы наконец-то дошли до кафешки, в которой мы уже кушали и за этот отпуск, и за предыдущий. Это болезнь. Мы думали, мы никогда не дойдем уже. Это было очень тяжело. Заказали покушать. Сидим под вентилятором, уличным вентилятором. Вот такой, видите ли, когда-нибудь? Это настоящие пропелли. Сейчас принесут нам всякие вкусняшки, мы покушаем. У нас чабан, наш самый любимый салатик. Лепешку, которую мы уже съели, ее приносят просто так. Закусочки. У папы салат, помидоры, лук. И мы ждем еще креветочки. Вот наши креветочки, прям вот с мангалок. Мы сейчас с мамой идем, как я уже говорила, в несколько магазинов. Отправили папу с Тёмой домой, потому что они это не любят. Да и сегодня мы уже все находились. Короче, ребят, вывод этой поездки и шопинга на меня огромное. Просто все. Что по росту, что по размерам. Просто на мне висят все штаны. Я ничего себе не могу найти. Короче, с мамой пока этот талой искали, забурили. Ой. Забрели, да? Какие-то. Тут какой-то буфет Тимура. Буфет Тимура, короче, какой-то. Мы забрели в какие-то захолустья. Идем по этим переулкам. Вы знаете, как в меме? Влево, вправо. Влево, влево, вправо. Вот мы так же идем и не понимаем, куда нам идти, чтобы домой попасть. Пошли влево. Зачем влево? Пошли вправо. Вот что мы купили. Первый лот это вот такие чудесные лоферы. Очень хотела себе лоферы. Нашла. И мне они просто с первого взгляда понравились. Они стоили 2000 рублей, ребят. Так. Значит, это мое первое приобретение. Очень классные босоножки. В пинг цвете. Под мои ногти. Вообще, очень классные топотули такие подо всем. Стоили они 500 рублей. Следующую вещь покажу на вешалке, потому что так понятнее. Это вот такое чудесное длинное платье розовое. Оно из хлопка. Очень мне нравятся такие фасоны. Я редко ношу длинное, но это прям вау. Запало в душу. Идеально сочетается с босоножками, но оно подходит под мои ногти. Думаю, что я за эту поездку его точно куда-нибудь надену. Я в каждом видео что-нибудь тронять буду на пол. Ребята, внимание, у меня все время какой-то срач накрывается на диване здесь. Я не знаю, что с ним делать. Как бы я не пыталась убираться, он все время опять появляется. У нас сегодня съемка с ног. Я надеюсь, что, блин, во-первых, телефон не пойдет, во-вторых, потому что меня слышно, что я динамик не закрываю коленкой. Сегодня мы попробуем скинуть шарики. Алдени. Алдени. Стоит ли вообще, наверное, не знаю, 30 рублей. На, пробуем. Странный, да, вкус какой-нибудь? Какой-то поносный. Поносный. Хотя, конечно, я все понимаю. У нас за стенкой тусовка. Ты, ну, иди, разберись. Ты брат или как? Чего? Всем доброго утра. Я сегодня с чем-то завтраку одна. Все где-то там сидят в номере. Никто не хочет со мной кушать. А у меня сегодня, между прочим, очень интересная еда на завтрак, которой нету в России. Это йогурт с инжиром. Простите, если вдруг он есть в России, я правда его не видела, поэтому для меня его нет. Орео с двумя прослойками. Это ваниль и карамель. И швепс, лимон лайм. Это мохито, можно сказать. Сейчас завтракаем. Пойдем опять на пляж, на морюшко. Загорать, купаться. Ловить волны. Вчера вообще классные были волны, потому что был ветер. Загорать было комфортно, потому что он обдувал. У нас сегодня последний день здесь, в Алане. К сожалению. Я очень полюбила Алане. Мы отдыхали здесь первый раз. Раньше просто сюда на один день приезжали погулять. И она мне запала в душ намного больше, чем Сиде и Анталия. Еще мы поедем завтра в Кемер. Там я тоже ни разу не была. Поэтому позже скажу свою оценку. Но мне кажется, как Алане запала мне в душ, у меня уже ничего не западет. Ребят, daily reminder. Мажьтесь, пожалуйста, потому что это очень больно. Сначала я вам жаловалась, что я сгорела, и мне больно. Потом я жаловалась, что у меня все облезло. Теперь буду жаловаться, что у меня болит все, что облезло. Смотрите, что нам тут сделали. Вот тут такая папка расцвета. Не знаю, сколько тут. Четыре. Мини. Лебеди. Какие-то большие лебеди. Какая-то decoration. Так, ребят, мы с утра ходили на море. Снова я не брала телефон, потому что неудобно с собой на пляже брать телефон. За ним следить там. Я беру обычно книгу, лежу, загораю, читаю там ее. И у меня новая покупочка. Я за ней долго сейчас охотилась. Очень хотела найти что-то, что мне понравится. Показываю вам. Турецкие чашечки. Набор турецкие чашечки плюс блюдечки. Очень хотела такие домой, чтобы проводить с утра себе такую некую церемонию. Вспоминать о Турции. Самые лучшие воспоминания. На себе покажу. Тёма Кипонной. Мы идем снова на море. И идем купаться. Я не помню, показывала ли я этот пляж, на который мы ходим. Здесь очень чистая вода, потому что здесь не песок, а камешки. Пробираемся. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok